Жаркое алтайское лето вынуждает людей тянуться к воде, а власти официально открыть пляжи, даже несмотря на коронавирус. Открыто уже 38 в крае, 6 из них в Барнауле. Чиновники уверены, что такими мерами можно изменить статистику по числу утонувших в этом сезоне и облегчить пребывание людей в городах в период аномальной жары. Правда, многие барнаульцы уверяют, что погода вполне комфортная. Чем жарче, тем лучше. Абсолютно прекрасно себя чувствую. Мне кажется, идеальная погода для хорошего настроения. Не устали от жары? Нет, не устали. Наоборот, очень хорошо. Согласен. Мы любим умеренную погоду уже, чтобы было не очень жарко, не очень холодно. Не люблю жару. А почему дома? Ну, потому что мне нехорошо, у меня давление. Тем, у кого есть проблемы с сосудами и сердцем, в жару действительно стоит поберечься, уверяют врачи. Впрочем, и всем остальным желательно с 12 до 16 часов избегать пребывания на солнце. А еще пить в два раза больше воды, чем обычно, питаться овощными салатами, ягодами и фруктами. Одежду выбирать из хлопка, желательно светлых оттенков. Если вдруг стало плохо, сразу уйти в тенек и приложить к шейным артериям лед. Или, не удивляйтесь, холодный замороженный риц. Его легче распределить по окружности. Врачи также не рекомендуют в жару прогулки по центру крупных городов. В эту жару скопление из-за выхлопных газов озона и идет повреждение легких. Ну, прям, как бы, лопаются пузырьки воздуха. И у людей может появляться одышка, учащаются приступы панхиальной астмы. Ну и пить алкогольные напитки в жару нельзя. Зной и так вызывает повышенное сердцебиение, а алкоголь его лишь усугубляет. В общем, плюсов у 30-градусной жары, по словам медиков, нет. Это всегда нагрузка для любого организма. Впрочем, скоро она завершится. 20-го числа мы ожидаем прохождения через территорию Алтайского региона, с теплого сектора, северного циклона, с которым, скорее всего, сформируется комплекс неблагоприятных погодных явлений. То есть, на фоне высоких температур можно ожидать усиления ветра, локальных осадков, гроз, шквалов, ну и исключить выпадение града тоже не приходится. Но тепло еще вернется. Не аномальная жара, но вполне хорошая и солнечная погода ждет жителей края в августе. Правда, пока лишь по предварительным прогнозам. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.